МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС. В студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Я считаю, что тренировка прошла очень полезно. Противоаварийная тренировка показала готовность персонала к действиям в нештатной ситуации. Это прикольная, здоровская акция для детей. Мы рады в ней были поучаствовать. Всероссийская акция «Бегущая книга Росатома». Не падать с духом, сражаться до конца. С командами шутка лучше всегда. Ура! Чемпионат по футболу 5+. От всей души хотим вам пожелать как следует отдохнуть, набраться сил. Международный день защиты детей в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков. Суммарная мощность по концерну 3 121 мегаватт. Суммарная выработка 87 407 миллионов киловатт-часов, что составляет 102,9%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-3 энергоблоки, нагрузка суммарная 2023 мегаватта. Первый блок продолжает с текущей ремонт с внутриреакторным контролем 59-е сутки. Выработка электроэнергии Смоленская АЭС составила почти 1,5 миллиарда киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 7,35 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям прошла на Смоленской АЭС. Учения подтвердили готовность персонала Смоленской АЭС, взаимодействующих подразделений и служб и технические возможности оборудования поддерживать энергоблоки в безопасном состоянии в условии природных и техногенных катаклизмов. Была проведена предварительная тренировка с группой АПАС в рамках подготовки КПУ сегодняшнего года, 2019 года, который пройдет на Смоленской АЭС в сентябре. Был проигран один из сценариев, который возможен осенью, но с целью выявления недочетов, а также закрепления тех моментов подготовки, которые уже прошли, я считаю, что тренировка прошла очень полезно. В тренировке приняли участие комиссия по чрезвычайным ситуациям Смоленской АЭС, экспертная группа, группа АПАС, концерн Росэнергоатом, пожарная часть номер один и МСЧ-135 Десногорска. В ходе тренировки были отработаны практические действия по управлению условной нештатной ситуацией на полномасштабных тренажерах, организации радиационной разведки и другие действия. Также было отработано взаимодействие между участниками аварийного реагирования с использованием различных каналов связи и передачи данных. Пресс-службы АЭС России и концерн Росэнергоатом совместно со средствами массовой информации отработали навыки по информированию населения при нештатных ситуациях. Энергоблоки Смоленской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось. В Десногорске при поддержке Смоленской АЭС и администрации муниципалитета была организована всероссийская акция «Бегущая книга Росатома». Интеллектуальный марафон объединил сотни жителей, поддержавших главную идею проекта – популяризация библиотек как инновационного и креативного пространства. Место для познавательного досуга – одного из центров культурной жизни на карте города. В Десногорске состоялась всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга». Она состоялась первый раз в прошлом году по инициативе библиотек Росатома и в этом году поддержана уже всей Российской библиотечной ассоциацией. О важности акции повышения образовательного уровня горожан на ее открытии говорили Татьяна Горбачук, помощник депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, Ольга Ковалева, исполняющий обязанности председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике, Роман Петров, начальник отдела управления информацией САЭС, Ирина Арефьева, председатель ветеранской организации атомной станции. В проведении акции работникам библиотеки помогли волонтеры, школьники, активисты организации молодых атомщиков, ветераны Смоленской АЭС, работники других предприятий и организаций. По заданному маршруту, прилегавшему по центральным улицам Десногорска, они пробежали и проехали на велосипедах свыше 20 километров. Возле знаковых мест останавливались, задавали прохожим вопросы для проверки их литературной эрудиции. За правильный ответ – художественная и научно-популярная литература. За час они просили более 500 горожан, подарили более 300 книг. У нас сегодня на акцию собралось более 50 человек. Мы, значит, ездили по городу по определенным маршрутам, задавали людям вопросы и вручали, дарили им книги. Это прикольная, здоровская акция для детей. Мы рады в ней были поучаствовать. Всем большое спасибо организаторам, библиотекам. Спасибо за сладкие подарки. Все было здорово. Мне понравилась данная акция. Мы общались с людьми, мы дарили им книги, так сказать, помогали им снова начать читать, чтобы люди продолжали эту прекрасную традицию. Спортивная команда детского сада «Мишутка» побывала в Нововоронеже. Домой вернулась с победой в зональном этапе чемпионата школы «Росатома» по футболу «5 плюс» и путевкой в финал. Не падать с духом, сражаться до конца. Команда «Мишутка» лучше всегда. Ура! Мы достигли победу из-за того, что мы вообще работали. И мы подавали пасы всем. И еще мы тренировались много раз на этой площадке. И благодаря этой силе мы выиграли их. Обыграли в Нововоронеже, а также в Десногорске. Играли два тайма по пять минут. В наши ворота прилетел только один мяч. А десногорские спортсмены сумели дважды поразить ворота соперника. Оба гола забил капитан команды Миша Савченко. Особенно всем запомнился эффектный пенальти в его исполнении. Наши игроки все проявили себя как в нападении, так и в защите. Они болели за себя, они сражались до конца. Нам, родителям, было впечатление настолько сильно, что просто это непередаваемо словами. У нас была общая команда, и мы выступали против команды администрации города Нововоронежа. Игра была напряженная. В первом тайме мы могли, в принципе, забить неоднократно. Но соперник был так же силен, как и мы. Пришлось немножко потрудиться. Но в итоге выиграла команда администрации. По мнению муниципального координатора школы Росатома Татьяны Кужениязовой, образовательно-познавательная программа атомной отрасли открывает большие возможности для талантливых детей, развивает различные способности, решает многие задачи. В случае с чемпионатом по футболу это повышение двигательной активности и укрепление здоровья малышей. На успех команды Десногорска были настроены все, включая взрослых, и работали на успех. Большим плюсом была возможность заниматься не только в зале, но и на собственной открытой спортивной площадке, организованной благодаря спонсорской поддержке, которую оказал детскому саду концерн Росэнергатом. Мы все очень рады за их эту удивительную, прекрасную победу. Мы надеемся на то, что их поездка в Новоуральск окажется такой же победоносной и замечательной, что они приедут с новыми эмоциями, впечатлениями. И все, каждый из нас готов сказать огромное спасибо Госкорпорации Росатом за эти удивительные возможности участвовать в конкурсах, побеждать, ездить, развиваться. Значит, забираем. И вперед, 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 пошел. Помогай, Сема, помогай. 1 июня у юных десногорцев был двойной повод для радости. Наконец-то наступило долгожданное лето и официальный профессиональный праздник – Международный день защиты детей. С самого утра они заполонили площадь реабилитационно-оздоровительного и досугового центра в ожидании интересных событий, которые традиционно организуют руководство и профсоюз «Смоленская АЭС». И ожидания оправдались. Спортивно-творческая программа «Ура! Каникулы» подарила конкурсы, победы и атомные призы. Все, что так любят детвора. Они соревновались в эстафетах, фантазировали разноцветными мелками на асфальте, мастерили бумажные самолетики, пели в караоке, да еще и получали за это подарки от профсоюза. Рядом команды сражались за лидерство в полуфинале турнира по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч». Сектор культурно-досуговой спортивной работы во главе со своей заведующей Еленой Клычевой сделал все возможное, чтобы праздник стал отличным стартом позитивного лета. Ярких красок настроения добавляла солнечная погода, музыка и осознание того, что впереди три месяца без забот. В этот первый день каникул мы всегда традиционно проводим встречу с нашими выпускниками, вообще с детьми города Десногорска. И от всей души хотим им пожелать, как следует отдохнуть, набраться сил. 57 подростков, выполнивших единые нормативы, в этот день получили зачетные книжки о присуждении юношеских и взрослых спортивных разрядов по плаванию и волейболу. Это праздник для всех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни, стремится к физическому совершенству, полон бодрости, оптимизма и жизненной энергии. Свои подарки получили и участники коллектива «Жаворонок». Ребята стали лауреатами Гран-при 12-го международного конкурса музыкального творчества «Звуки и краски столицы». А специальный приз «Лучший преподаватель» завоевала их руководитель Эльвира Арсенова. Не забыли и о художниках. Звучали аплодисменты в адрес 12 победителей конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей». На сцену поднимались за дипломами и подарками совсем юные дарования из Мишутки, Теремка, Дюймовочки и ребята постарше, из школ и дома детского творчества. Другие площадки города тоже не пустовали. Рядом с «Ангелом мира» прошла акция «Марш за жизнь» на баскетбольном стадионе международный фестиваль «Трина-три». В Центре культуры и молодежной политики актеры Десногорского театра «Гном» давали спектакль «Трям здравствуйте». В ней «Трина» артисты из столицы представили мюзикл «Пираты Карибского моря». Завершился день праздничной программой «Яркие краски детства на летней эстраде». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok